Павел Латушка, член Президиума Координационного Совета, руководитель Народного Антикризисного Управления, посол, дипломат и бывший министр культуры Беларусь. Добрый день, Игорь. Давайте проверим связь. Слышно ли меня? Я хочу услышать вас. Игорь, здравствуйте. А, услышно меня? Да, да, все, звук пошел. Со связью совсем плохо. Ну, пока вроде, да, пока картинка вроде нормальная, вас видно и слышно. Давайте начнем с того, находитесь ли вы сейчас на территории Украины и чем вы занимаетесь, начиная вот с момента начала войны. Слышно меня сейчас? Да, 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 вас слышно. Совсем плохо со связью, не могу понять причина следственная. Но, вероятно, тоже в результате очередных атак нагрузка на украинские сети кардинально увеличилась. Все в стране работает на пределе, но главное, что люди будут держаться. Вы сейчас на территории Украины, правильно? Да, безусловно. Я предприниматель, у меня большинство бизнесов раскиданы по центральной и в западной Украине. Я ту неделю проведу в Киеве, потом выезжаю посмотреть, чем могу быть полезен, возвращаюсь обратно. Прошлую неделю все было в Киеве, позавчера выехал из Киева, собираюсь опять вернуться, наверное, послезавтра. Давайте немножко мы разберемся в вашем бэкграунде, потому что я запланировал с вами эфир достаточно серьезный, и украинские бизнесмены друг другу рознь. Значит, то, что пишут пока о вас, экономическая правда. Значит, Игорь Тин, это украинский бизнесмен в сфере зеленой энергетики, входит в десятку крупнейших инвесторов именно в эту сферу, владелец 35 ГЭС, 6 СЭС. В разные времена вы торговали нефтью и энергоресурсами и являлись советником не менее пяти премьер-министров Украины. Все ли верно, стоит ли что-то добавить? Ну, да, я имею отношение к около 50 малых электростанций. Это гидромалые станции, солнечные станции, биогазовые, биомассовые. Кроме того, у меня есть бизнес, который касается обращения с отходами. Мы вывозим мусор, в том числе в тех местах, где, к сожалению, люди должны рисковать жизнью, где и возможны обстрелы. Хотим заниматься переработкой отходов. Кроме этого, у меня есть еще предприятие, которое занимается производством детской обуви и одежды. Есть небольшая сеть ресторанов, есть проекты в недвижимости. Я такой типичный предприниматель, который занимался всем, что может приносить доход и приносить пользу людям. Как-то так. Скажите, пожалуйста, наверняка у вас есть бизнес-контакты, друзья по всему миру. Возможно, вам что-то известно. Нас смотрят десятки тысяч жителей Российской Федерации на данный момент. Какое сейчас настроение в бизнес-среде у россиян? Сворачивается ли бизнес? Выезжают за границу? Пытаются остаться и как-то прокатить через эту ситуацию? Как реакция российского бизнеса и бизнесменов на нынешнюю ситуацию? Известно ли вам что-то об этом? К сожалению, война началась не сейчас. Она началась намного раньше, в 2014 году. У меня был хороший мой товарищ. В 2015 году его убили. Сам он донецкий. Пошел добровольцем вооруженные силы Украины отражать российскую агрессию в 2015 году. И вот на похоронах своего друга, безусловно русскоязычного, я тогда принял решение. И я свернул все свои личные бизнес-контакты с Российской Федерацией с 2015 года. Я вообще в принципе задумался, что я потребляю сделанного в России. В России электроника нет, для наших электростанций они ни черта хорошего не производят. Патроны покупал для оружия, а потом тоже перешел на западные стандарты. Поэтому у меня бизнес-отношений с Россией нет никаких и быть не может. Уже очень много лет. Это во-первых. В данный момент по всему миру наши компании-партнеры, итальянцы, французы, венгры, чехи, где у меня есть мои личные бизнес-партнеры, выражают огромную солидарность с народом Украины. Они предлагают эвакуировать наших сотрудников, детей, предлагают бесплатное образование моим детям. И мы видим не просто 99, а 100% поддержку в борьбе против агрессоров. Что касается россиян, то у меня в компании одно время работало несколько людей с русскими паспортами, граждан Российской Федерации. У меня есть родственники, которые живут в Прибалтике, имеют гражданство Российской Федерации. Людям безмерно стыдно. Многие из них пытаются сейчас отказаться от российского гражданства. И поскольку мне кажется, что вопрос даже не в санкциях, а вопрос в том, насколько человек может толеровать тот позор, который российский паспорт будет проецировать на его носителя следующие 10 лет минимум. Пока все это не забудется. А может быть и не забудется никогда. Что касается капитала, то да, присутствуют элементы бегства. Но мало стран. Я понимаю, арабы и израильтяне пока там принимают не сильно разборчиво. В Европе, я думаю, в Америке и в Азии везде будет бегство капитала перекрываться. Надо отвечать за тех, кого вы избрали. Давайте еще как раз обсудим вопрос санкций. Мы знаем о том, что уже существует не менее трех пакетов санкций. Они достаточно жесткие, но, видимо, недостаточно, пока режим еще не прекращен. Это делает Европа, Америка, другие страны. И говорят, что готовят четвертый пакет санкций. Скажите, это предел или еще есть куда двигаться в этом направлении? Какие сферы это могут коснуться в Российской Федерации, именно санкционная политика? И оцените эту ситуацию, что касается санкций. Безусловно, это только начало. Рядовой гражданин Российской Федерации еще не столкнулся с сложностями и столкнулся с ними не сразу. Потому, если честно, я откровенно и не верю в быстрое окончание войны. Потому что только тогда, когда обычные люди начнут страдать за свой неразумный выбор политический, только тогда, вероятно, есть шанс, что они задумаются, зачем все это было начинать. В данный момент Россия не лишилась главного источника валютных доходов, возможности продавать нефть и газ. Ряд стран ввели санкции, запрещая покупать. Но в целом потоки валюты приходят в страну по-прежнему колоссальные. У нее сохранилась значительная часть ликвидных валютных резервов, которая позволит правящему режиму длительное время поддерживать лояльность люмпенов, бюджетников, полиции, подавлять протесты. И основные санкции в виде эмбарго на продажу нефти и газа, они еще очень далеки от реализации, этого требует следует добиваться. Во-вторых, я, ну, достаточным презрением вынужден относиться к российскому среднему классу, понимаете. Презирать людей с плохим образованием как бы аморально. Люди ничего-то не понимают, не знают. Но люди, которые имеют хорошее образование, ученые степени, ездили за границу, могут сравнивать, и они осознают, что в сущности они сейчас финансируют в крайней степени шовинистический, вот это модное слово, фашистский режим со своей стороны, который агрессивно воссоздает убогий Советский Союз, вот эту империю зла и иерархитизма, и тем не менее не имеет в себе воли сражаться и бороться. Эти люди все заслуживают быть наказанными хотя бы экономически, рублем. Да, поэтому вот когда будет невозможность поехать не в одну страну в мире на отдых, отправить своих детей на обучение куда-то, когда тебе не будет необходимости и возможности с кем-то общаться за границей на другом языке, вот будет опускаться очень плотно так железный занавес. Когда мы вернемся в нашу юность. Вот меня, когда был в школе, ко нам имели претензии за то, что мы приходили на уроки, как это называлось, в брюках идеологического врага. Да даже не джинсы были, а какое-то убогое подобие всего этого дела. Меня забрали в милицию в школе за то, что я менялся с иностранцами монетками. Мне было там, по-моему, 13 лет, значит, я их коллекционировал. Какие-то центы американские выменивал. У нас вот есть это Родина-Мать, стоит памятник. Вот. Вы к этому всему идете. Это была статья, называлась «Фарцовка». Значит, ну, вот в момент, когда средний класс российский почувствует себя жителем Кубы или Кореи, тогда я буду считать, что санкции хоть как-то возымели эффект. А пока нет, это еще пройдут месяцы, возможно, годы. Но это неотвратимо. Скажите, вот как раз-таки хочу с помощью вас, как специалиста, обсудить вот такой вот феномен, который бытует в комментариях и вообще социология исследует настроение людей внутри России. И обычно очень часто можно услышать фразу, что у нас есть нефть, газ, электроэнергия, и поэтому, скажем так, санкции нам не страшны, и как-то мы переживем этот весь момент. Но мы видим другие примеры, когда Украина перестроилась полностью на электроэнергию Европы, когда Польша категорически заявила об отказе закупки российского газа. И как вот, по-вашему, будут перестраиваться вот эти вот мировые системы энергоресурсов? Как скоро это возможно? Возможно ли? И вот какой-то вопрос времени, когда, если мир все-таки западный решит полностью отрезать себя, сколько вот еще... То есть реально ли это вообще, да, надо вот этот миф как-то либо подтвердить, либо опровергнуть? Вы поднимаете очень интересный вопрос. Вы поднимаете вопрос, который, возможно, является вообще первопричиной войны и агрессии. Дело в том, что в валютных доходах Российской Федерации экспорт углеводородов, он составляет абсолютно доминирующую цифру. И в сущности, поскольку весь мир изобрел возобновляемую энергетику и электромобили, то эта статья доходов, как бы это неизбежно, она будет сокращаться и исчезать. Многие страны, которые создали свое нынешнее экономическое процветание благодаря экспорту углеводородов, создали специальные фонды развития страны и инвестируют в другие бизнесы. Ну, наиболее известные примеры это Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, которые развивают там туризм, выращивание рыбы, инвестируют в сотни бизнесов других стран, понимая, что нефть и газ неизбежно через какое-то время перестанут быть источником основных доходов. Россия все эти годы финансировала собственный олигархат, вот эту воровскую банду, которая де-факто сейчас и контролирует страну с безмерным количеством дворцов, яхт, я не знаю, каким-то непомерным образом жизни, и финансировала свою армию и пропаганду. Вот три основные статьи затрат. Знаете, Россия с точки зрения ресурсов однозначно является самой богатой страной в мире. Я был в 114 странах мира, люблю путешествовать, и абсолютно уверенно могу сказать, что средний уровень жизни россиян крайне низкий по сравнению с богатством природным их страны. Потому что это страна, в которой жутко неравномерно распределяются деньги, что является очередным поводом для презрения с нашей стороны российских избирателей. Вот в Украине нету природных, нефть и газа, но среднего Украины, то он, как ни странно, будет выше, чем у среднего россиянина, при том, что доходы страны колоссально отличаются. А теперь возвращаясь к вашему сущностному вопросу. Я всегда говорил, что Российскую империю и вот это ее недоразумение мерзкое создание Советский Союз похоронят технологический передел. То есть ветрыки, солнечные электростанции, электромобили это и есть главный могильщик Российской империи. Потому что если ты… Это ведь уже повторялось в мире очень много раз. Когда-то была Испанская империя, которая завоевала Латинскую Америку, экспортировала оттуда золото, серебро, но потом она развалилась, потому что они при этом не учились ничего делать, а французы, англичане и голландцы начали производить и изменился технологический прорыв. То же самое будет и здесь. Это неизбежность. И, возможно, понимая, что это какой-то последний шанс, вот престарелый диктатор стал еще и массовым убийцей, а миллионы людей покорно следуют его шизофренической воле. Именно новый энергетический передел, он похоронит все имперские амбиции России и она сама будет, в моем понимании, неизбежно развалиться на части. Потому что финансировать крупные военные проекты, финансировать клановые режимы, наподобие тех, которые существуют сейчас в Чечне, в Дагестане, непомерную армию. И все это делать, если у тебя не будет такого количества валютных доходов, ни одна страна этого не выдержит. Скажите, но я понимаю, да, что на новую энергетику нужно время. Давайте тогда поговорим еще об одном мнении, о том, что мы, значит, ну не мы, а жители, власть Российской Федерации будет продавать за валюту, на данный момент, да, она пока продает за валюту энергоресурсы в Европу, в валюте получать внутри страны деньги, удерживать этот вот валютный фонд и дальше уже закупать в Китае и заниматься вот этим вот популярным импортозамещением. Насколько реальна эта схема, по-вашему, и имеет ли она сбои для Российской Федерации? Вы знаете, цивилизованный мир давал Советскому Союзу некий шанс, да, вот он мирно, достаточно мирно развалился и благосостояние наших народов, оно обеспечено в данный момент тем, что мы предприняли, взяли западную капиталистическую модель экономики. Вот я с, по-моему, 99-го года кандидат экономических наук и то, чему нас учили при развале Советского Союза, оно же вообще никакое не имеет отношения с реальной жизнью, реальным миром. Это была псевдонаука. А как украинские бизнесмены, так и русские люди, которые люди, мы, в принципе, просто все живем в одной и той же экономической модели. Это западная модель с биржами, с вольным перемещением товаров, с рыночным ценообразованием и так далее. И вот теперь одномоментно страну-агрессора от всего этого отключают. Она вынуждена откатиться на рельсы, в сущности, военного коммунизма, где будет один человек что-то продавать за границу. Вот чем это отличается от того, что делали продразверстку и продавали зерно при Ленине-Сталине, а взамен потом решали, что купить и кому как раздать. Это у кгбистов любимая затея. Контролировать и вручную выдавать кому квартиру, помните об этом, да, вот, а кого расстрелять, кого дать поесть, а кого не дать поесть. Ну, если выбор 140 миллионов людей вернуться во времена военного коммунизма и слушать сказку, что власти будут что-то продавать, а им от этого будет лучше жить, мне кажется, это шизофрении. Мне это кажется шизофрении. Единственная принципиальная, колоссальная разница в отношении украинцев и россиян к своей власти, что украинцы никогда свою власть не уважали, не боготворили и относились к ней, в сущности, в своем, глубоко. Мы считаем, что власть это наши слуги, нанятые нами для выполнения определенной работы. У нас к власти нет пиетета. Каждый раз, когда когда-нибудь чиновник становится пидорасом, давайте называть вещи своими именами, ворует слишком много, народ поднимал восстание и он сбегал. Куда сбегал? В Россию сбегал. В сущности, да, да, и основная претензия российских богачей и властей состоит в том, что мы показываем их собственному народу негативный пример. Ну, то есть, украинцы увидели у бывшего президента Януковича шикарный комплекс, построенный за два года президентства, называющийся Межигорье, выгнали его к черту из страны и теперь сделали из него там некий общий парк и музей коррупции. Россияне увидели у своих правителей сотни дворцов. Они уже практически многие в провинции, мы не говорим про Москву, Питер и крупные города, сведены там до состояния полукрепостных. И что сделали? Ни черта, трус. Еще вот к техническим именно как раз моментам, может ли Запад отреагировать в виде цены? То есть, допустим, сказать, мы будем покупать, продолжать у вас газ, но мы не будем платить 100%, будем платить там 25%. У России тоже не останется выбора, потому что, опять же такие вот, нам нужно объяснить, да, обычным человеческим языком нашим зрителям, газ в трубе остановить невозможно. То есть, в любом случае, там, на конечной точке должен быть получатель. Может ли вот такие вот ценовые торги случиться, учитывая эту ситуацию, учитывая агрессию путинского режима сейчас на Запад? Вы знаете, сейчас в взаимоотношении много лет российской власти и европейцев, это было как одни играют в шахматы, а другие играют в Чапаево. Да, значит, но поскольку вы уже несколько раз обманули цивилизованный мир, то теперь этот урок выучил и больше не позволит собой это делать. Европа сейчас абсолютно быстро, за всех сил старается и заполняет альтернативными поставками рынки углеводородов. Это будет очень быстрый экспонентный рост производства новыми технологиями благодаря гидроразрыву пласта и крекингу жиженного газа. Потом транспортировка в виде жиженного газа из Соединенных Штатов Америки увеличит своей добычу некоторые страны из ГОИ, которых не пускали раньше на рынок. Там будет и Иран, и Венесуэла. Потому что большое зло хуже, чем маленькое, и маленькие страны будут толеровать. Я думаю, что доля рынка... Вот эта вот схема продажи за валюту энергоресурсов, удержания у себя валютного фонда и закупки у Китая, она имеет большой риск. По инерции она какое-то время просуществует, по инерции. Но я думаю, что недолго. Давайте еще поговорим о мире. Значит, Польша готовится к военному положению, Молдова в тех же настроениях. Как вы думаете, насколько велика вероятность, скажем так, расширения войны и в Европе в том числе? И каким странам, на ваш взгляд, необходимо брать пример с Польши и, скажем так, мобилизироваться и следить за ситуацией как можно более, скажем так, серьезно? Я думаю, в мире нет ни одной страны, которая не зависит от нашего конфликта. Даже такие удаленные государства, не знаю, как там Чили или Австралия, на те влияет этот конфликт в неизбежности. Вы знаете, страны, которые однажды сталкивались с Российской империей и ее агрессивной политикой в разные эпохи, выучили хорошо этот урок, потому поляки, прибалты и многие другие соседи однозначно готовятся к худшему сценарию, просто потому, что этот сценарий может произойти по случайности. Вот, например, вчера один из бомбардировщиков русских, отбомбившись, то ли не рассчитал, то ли сделал провокацию и взял на территорию больше. Но поскольку там это был какой-то небольшой, я так понимаю, залет, его не сбили, но если бы он там не доли, секунды, минуты какие-то пребывал на территории подольше, его бы, безусловно, сбили. Какова дальше реакция? А давайте поугрожаем, а давайте еще что-то сделаем. Мы же не понимаем, что, понимаете, проблема диктаторских стран, стран в сущности абсолютной анархии, которой сейчас является Российская Федерация, в том, что принятие решений сконцентрировано в руках, по большому счету, у одного человека, к которому и мало кто имеет доступ. И что у него в башке? Ну, может, у него рак простаты, ему давно начхать, и он вообще в чем-то разочарован, и вот он прям вот так хочет войти в историю, что завтра даст команду применить тактическое ядерное оружие. Нельзя исключать никаких вариантов в момент, когда вы общаетесь с психически неуравновешенными или агрессивными людьми, или людьми присыщенными. Понимаете? Есть известный психологический феномен, что среди самоубийц не только люди несчастные, но и очень много мажоров, которые присыщены чем-то. Вот россияне так редко меняют свою власть, что в какой-то момент времени их власть живет своей жизнью, в крайней степени оторванной от потребностей простых людей. И возможный сценарий самое худшее. Я искренне считаю, что весь европейский континент должен готовиться к мировой войне. Я считаю, что другие соседи, там, китайцы, турки, должны готовиться к такому конфликту, поскольку он может произойти быстро и случайно. Как цепная реакция происходит. Давайте еще поговорим о лоббировании. Мы знаем о том, что Владимир Путин очень любит покупать политиков за рубежом. И наблюдается вот такая тенденция, что лоббирование уже не работает. Допустим, там, Швеция, профсоюз Швеции сделали самостоятельно забастовку, не пускают сюда с Российской Федерации, не обслуживают компании, которые туда что-либо везут. То есть они требовали от своей власти какой-то реакции, но решили ее не дожидаться и сделали это самостоятельно. Опять же, такие израильтяне, вы наверняка знаете, как поддерживают Украину. Пока на сегодняшний момент Зеленский выступал перед правительством Израиля, но какая-то пассивная пока была реакция, но в то же время она усиливается. Уже пошли какие-то заявления, что премьер-министр Израиля собирается лететь в Украину вне зависимости на те опасности, которые его ждут. И там просто в ужасе вся его служба безопасности. То же самое Грузия, где премьер-министр заявил, что не будет поддерживать Украину и народ начал бунтовать и так далее. То есть скажем ли мы свидетельствовать о том, что вне зависимости, кого Владимир Путин не коррумпировал в мире, что все-таки люди... Перестраивается эта модель, потому что я вижу вот это разногласие между народным мнением и политиков. Опасаются ли, как вы думаете, сейчас политики вот этого народного бунта внутри стран и вы теперь вынуждены перестраиваться вне зависимости на предыдущую договоренность? Вы знаете, у нас в стране правящая партия, я, кстати, за нее не голосовал. Меня можно считать украинским оппозиционером в этом смысле, я шучу. Называется, так достаточно странно, слуга народа. Вот я когда вспоминаю, что есть такой настоящий слуга народа, то вот мне вспоминается бывший канцлер, как бы ее там не называли, Германия, Ангела Меркель. Вот вдумайтесь, там женщина 20 лет правила с огромным 70-миллионным населением страны, или сколько их там, даже больше, чем 70-80 миллионов. Значит, все время ходит в одних и тех же скромных костюмах, отдыхает в одном и том же очень достаточно скромном месте, живет в простеньком домике. Но это, по сравнению с самым богатым человеком мира, коим является Путин, с безмерным количеством дворцов, яхт и тысячами инвестиций через прокси каких-то поддельных подставных лиц, она должна выглядеть, знаете, на жаргоне такой лошицей полной. Но тем не менее, когда она уходила со своей должности, вся нация там 15 минут скандировала и восторгалась, она вошла в историю, как человек, сделавший много добра для своей страны. А европейский прагматизм всегда заставлял европейцев постепенно выбирать власть, которая работает на них и является скромной в своих потребностях. Множество людей, которые являются амбициозными, получив власть, никогда не хотят ее бросать. Вот для таких людей модель российская является идеалом, потому что, получив власть один раз, ты никогда ее уже не теряешь. Соответственно, именно среди тех, кто был готов нарушить демократические ценности и находится самый большой процент поддержки от прорусский до пропутинский и прокагибистский. В Украине даже с соседями очень разная ситуация. В Украине очень тяжело проходят гуманитарные грузы и не пускают топливо и другие вещи из страны Евросоюза в Венгрии. Очевидно, что это позиция властей, которые не хотят ссориться активно с Кремлем. И кардинально по-другому работают там поляки, прибалты, чехи, словаки. В других настроениях, если вы помните и следили наверняка за этой ситуацией? Да, все были в других настроениях, но когда, знаете, вот такая наступает точка отрезвления и люди понимают, что либо мы вместе, либо нас перебьют по отдельности. Этот момент он пришел. Соответственно, множество политиков европейских, которые были коррумпированы и им нравилась российская модель антидемократическая, они потеряют свою власть. Но не сразу. Давление улицы будет увеличиваться и, скорее всего, изменится ситуация. Вы абсолютно правы. Что касается конкретных примеров самоорганизации, то их много. Люди выходят на улицы разных городов с протестами. Протест сам по себе ничего не дает. Но он показывает количество людей и избирателей. Люди перекрывают дороги, не пуская российский импорт. И очень скоро простые россияне столкнутся с невозможностью купить нормальную электронику. С невозможностью потреблять премиальные вкусные товары еды. Потому что, я помню хорошо, Советский Союз, это было постоянное и убогое стояние в очередях. Бесконечные унижения, чтобы купить какую-нибудь примитивную вещь. Это не сразу произойдет, но достаточно быстро. Хваленное российское импортозамещение, оно практически нигде не является стопроцентным. То есть, вроде и собирают в России телевизоры, только этот телевизор состоит на 70% из импортных запчастей. Вроде и собирают в России автомобили. Но этот автомобиль не поедет без европейских запчастей. Да, это говорят абсолютно все эксперты на наших эфирах. Сто процентов. Понимаете, сто процентов. У нас тут еще осталось две минуты. И мне еще есть к вам ряд вопросов интересных. Интересно ваше мнение. Во-первых, спутниковые кадры показывают, что Беларусь собирает на юге Беларуси сухопутные войска. Уже строили понтон они. Насколько велика вероятность вторжения Беларуси? Есть ли вообще у Лукашенко какая-то осталась ли политическая воля? Или все-таки в процентном соотношении оцените вероятность участия Беларуси прямой уже, не косвенно, а прямой в территории Украины? Я не военный эксперт, и у меня нет достаточных данных. Я считаю, что Беларусь какое-то время назад утратила вообще субъектность. Я считаю, что это государство оккупировано соседней Россией с согласия, безусловно, его правящей элитой, но оно утеряло свою субъектность. Я оцениваю вероятность, давайте так, Беларусь уже находится с нами в состоянии войны. С ее территории наносятся ракетные удары, с ее территории наносятся авиационные удары, с ее территории постоянно идут колонны пешие. И я не очень не удивлюсь, если в составе российских войск будут переодетые граждане Беларуси, которые уже сражаются на территории Украины. Я думаю, что Александр Лукашенко является заложником точно таким же своих собственных ранних амбиций, и вцепившись в эту власть, он давно свой народ продал. Поэтому вероятность боевых действий с Беларусью я оцениваю в 100%. Это моя личная оценка. Да, понимаю. И последний вопрос, вот по поводу как раз таки, ну сейчас весь мир обсуждает о как уйдет Путин, это он сам решится или ему помогут в этом. Есть несколько сценариев, да, кто может это сделать. Во-первых, сейчас там большой конфликт с ФСБ и есть так у Бортников, на которого, скажем так, возлагают надежды Запад. То есть это ФСБшная какая-то структура, это может быть военные и военный переворот высших чинов. Это может быть просто российский народ, это может быть там олигархат и крупный бизнес. Как вы думаете, ну вот из этих вот хотя бы даже четырех, скажем так, прослоек, где вероятность больше всего? Я не помню точно автора, в моей юности, мне кажется, это было у Герберта Уэллса или у кого-то, было такое произведение, сейчас вас вспомнить надо. Там правитель очень много лет правил и он спускал всего три резолюции из разряда «да», «нет» и «рассмотреть позднее». И даже неплохо правил. Спустя какое-то время люди проникли в эту закрытую башню, откуда спускались приказы. Оказалось, что он давно умер, там сидит труп, а просто рандомным путем машина ставит три вида штампов. И понимаете, да, о чем я говорю? Я думаю, что сейчас диктатор, он не был бы тем, кем он есть, если бы он не был параноидально зациклен на собственной безопасности. Я думаю, что к нему и подобраться внутри самой России может там несколько всего лишь человек. И вопрос стоит не в физическом устранении как бы корня зла. Вопрос стоит в том, что страной управит с 1917 года комитет государственной безопасности. это те же люди, которые раньше когда-то пожертвовали миллионами инакомыслящих, строили гулаги, расстреливали, убивали, не имеют ничего святого. Да? Я не удивлюсь, если они там все молятся на какого-нибудь Берию или прочих мерзавцев-шизофреников. Я по этому поводу не так оптимистичен относительно того, что очень легко поменять власть. Власть поменять в стране в принципе может только народ. Я не верю в сценарии олигархов внутри смены. Даже если другие кгбисты в силу каких-то причин решат попытку убить этого кгбиста, от этого страна не станет другой. Она просто возьмет передышку и опять начнет заниматься той же самой херней. А народ российский, над ним много лет делали эксперимент. То есть там стимулировалось безмерное потребление алкоголя. Стимулировалась всячески мода на блатную жизнь, блатную песню, которую почему-то называют шансоном. Где еще в мире так любят все, что связано с криминалитетом. Стимулировалось всяческое стукачество. Ну и давайте так. Люди длительный промежуток времени живут в России уже давно со страхом высказывать собственную точку зрения. Они ведь не свободные люди. Они давно привыкли держать свою точку зрения при себе, чтобы чего-нибудь не случилось. В отличие от европейцев и украинцев, которые ведут себя точно так же. Поэтому я из всех перечисленных вами сценариев не верю в сценарии дворцовых переворотов. Мне кажется, что только бедность, нищета, большие человеческие потери, украинскую церковь по-русски, неверие в гениальность своих правителей в какой-то момент времени приведут к какому-то беспощадному бунту. Или это может начаться еще территориальная дезинтеграция, потому что какие-то субъекты отдельные с кланами подумают, почему надо как-то себя отцепить от этого тонущего корабля, а можно мы теперь сами. Да. Скажите еще... Знаете, Советский Союз это крайне убогая конструкция. И для меня идеологическая пропасть... Вот я не верю, что есть люди, которые жили в то время и могут об этом сожалеть, если они нормально в своей жизни устроились. Но если человек там спился и стал опустившись олюмпином, он может жалеть о временах Советского Союза просто по той причине, что тогда он был молод и еще не был неудачником-алкашом. Но любой другой человек в принципе об этом сожалеть не может. Вот мы в Украине очень часто видим сейчас на танках или каких-то бронемашинах оккупантов влаги СССР, что показывает как раз идеологическую базу тех, кто туда... Ну у них и на танках за Берлин иногда. Готовы на Берлин написано, поэтому тут нечем удивляться. Еще вопрос у меня есть такой экономического характера. Вчера в эфире бывший министр инфраструктуры Амелянзе утверждал, что китайские банкиры говорят о том, что Путин активно выводит свои личные средства на территорию Китая, китайских счетов. Есть еще Багамы, это очень такая обширная, офшорная зона. Возможно ли санкции вот туда? Давайте так, я не очень понимаю, зачем им куда-то выводить деньги. Уже, знаете, степень богатства и присыщенности такая, что пару миллиардов плюс-минус не имеет большого значения. Сделана ставка в игре, которая означает для них либо некое мировое господство, либо забвение, унижение и проигрыш. Поэтому тот факт, что вороватые чиновники или какие-то другие люди пытаются изо всех сил спасти деньги через любые варианты, Китай, Израиль, Арабы и оставшиеся пока юрисдикции, в это я все верю. Но я не верю в то, что этой ситуацией занимается там Путин и его близкие ему люди. Это во-первых. Во-вторых, Китай рассматривает наверняка Россию как младшего партнера. Обоснованно, поскольку экономическая мощь этих двух государств кардинально отличается. И в случае России она базируется исключительно на природных богатствах. А тот факт, что сейчас несопоставимо более слабая армия Украины оказывает ожесточеннейшее сопротивление и показывает, что оккупанта, который больше в 7-8 раз сильнее и имеет новые технологии и можно бить, никого не бояться и не терять, она дает сигнал китайцам о том, что, смотрите, как, знаете, у нас заварят в магазинах вильна касса. Можно что-то отщепнуть? А зачем платить за... Это же тоже коммунисты. Они же точно так же уважают только силу. Если есть возможность что-то получить даром или дешевле, то зачем за это переплачивать? Зачем платить больше? Поэтому я думаю, что отношения торгово-экономические между Россией и Китаем будут все больше приобретать вассальный характер. Вот. За помощь Китая надо будет заплатить безмерно дорого. Вот. И это точно не соответствует интересам простых российских обывателей. то, что я могу прокомментировать. Спасибо вам большое, Игорь, за то, что вы вышли с нами в эфир. Напоминаю, с нами был Игорь Тынный, украинский бизнесмен, инвестор, меценат. - Продолжение следует...